Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Клубы и общество волонтеров сегодня стали неотъемлемой частью общества. Как правило, именно добровольцы и оказывают самую своевременную и порой жизненно необходимую помощь. Бросаются на поиски пропавших детей, пробивают бюрократические заслоны и везут вещи и продукты пострадавшим от природных катаклизмов. Есть такие неравнодушные люди и в нашем городе. В свое время Елена Евгеньевна Харитонова была в молодежном парламенте, и там они придумали эту организацию, и она возглавила эту организацию, создала эту организацию, которая занималась основной задачей, в которой было занятие дублирование исполнительной власти, то есть исполнение таких-то проектов, соцпроектов в основном, направленных на население города Рязани. Никто не воспринял появление вашей организации в штыки? У нас обычно власть не любит, когда внедряются в ее работу. Она создавалась при главе администрации города Рязани, и основная задача власти была привлечение молодежи к проблемам города. Будет отдача и польза тому же городу и той же молодежи. А в глазах молодежи какие у города основные проблемы? Интересно знать. Ну, основные проблемы, они как и везде, по крайней мере я как вижу. То есть то, что по-прежнему у нас сидят на всех общественных местах, пьют по вечерам, не говоря о том, что там как бы мусор везде лежит на общественных местах. Хотелось бы больше, конечно, видеть сотрудников полиции на этих же площадях города, на центральных улицах, чтобы они контролировали эти моменты, но как-то не приходится встречать. Я, допустим, занимаюсь правовым направлением. Это и в основном профилактика и преступление среди несовершеннолетних молодежи. То есть мы как бы не чуждаемся чужих проектов, тоже посильно помогаем. Поэтому у нас разноплановая деятельность. Допустим, кто-то работает с трудными подростками. Успех в твоих руках есть. Допустим, у Артура Квельянов, он работает с ними, занятия проводит, мастер-классы для них. Успешный у него клуб достаточно. Очень сложная работа. Я сама работаю со следователями, они тоже проводят такую профилактическую деятельность. Но вы тоже молодые. Мне кажется, переубедить уже состоявшегося где-то молодого человека в том, что он не прав, тяжеловато. Ну, здесь как бы сотрудники с сотрудниками. Но когда идет неформальное общение, то есть человек понимает то, что мы наравне. И мы не будем чего-то посильного добиваться. И если этому человеку как бы мы сразу говорим, если тебе это не нужно, мы на тебя тратить время не будем. Так вот. И все говорят нужно. Я сомневаюсь. В основном, в основном, основной косяк остается. Единицы получаются так, что, допустим, возвращаются опять свои круги, старое общение. Я еще как бы поначалу штаба, еще когда не было, допустим, обширно развита такая-то работа с детьми, я работал с ПДНом железнодорожного округа. Я вот лично с ребятами обошел всех подучетников района. И там как бы реально общались на эти темы, что кто от жизни хочет. Такой вопрос. Недавно в интернете и в мою соцсеть в том числе пришла страничка у пропавшей девушки. Это одна из многих девушек, которые где-то хотя бы на сутки пропадают. Как вы работаете в этом случае? В данном случае я не хочу сказать, что это основная деятельность и что мы прям все время такой занимаемся. Вы очень активно взялись за поиски. Нет, это просто то, что там оказалось, что она в принципе школьница и то, что как раз контингент тот, который подобрался. В принципе, мы знаем этих детей, как бы они ими когда-то там тоже пересекались в мероприятиях, поэтому решили помочь. Если любая другая девочка, с чего вы начинаете работу и куда бы вот дальше направление-то пошло? По примеру, Лиза Алерта – это как бы не организация, а объединение. В принципе, все работающие люди, все как бы состоятельные. Кто чем может, тем помогает. Я не отношусь к Лизе Алерта, но я понимаю этих людей. Как бы я с ними познакомился в свое время в Крымске. И поэтому я как бы им сочувствую с того момента и помогаю, допустим, вот эти объявления, которые появляются, в частности по Рязани. Я постараюсь сделать репосты там вот у себя на соцстраницах. Вы упомянули о Крымске. Мы много слышали, но сами, разумеется, не видели. Мне бы хотелось узнать правду, которую увидели вы своими глазами. Ну, на самом деле, мы одни из первых, наверное, повезли в из Рязани помощь гуманитарную. Причем мы стали собирать… В виде чего? Продукты одежды? Мы продукты, мы собирали все, что угодно, что могли люди принести. Мы долго добивались того, что нам дали пункты, открыли наконец. Потому что единственная соцзащита был пункт указан официальный, который, в принципе, не знал об этом, что они должны вещи принимать. Была речь о том в новостях, что не всю гуманитарную помощь принимают. Там тоже некуда было что-то складировать. Там были какие-то трудности с тем, чтобы пересечь определенную местность. Были ли они у вас? Допустим, мы как бы приехали вперед колонной МЧС. Выехали в этот день. Они ехали колонной, а мы ехали своей машиной. И как бы нашлись такие добрые люди, которые-то звались там самого Краснодара. Помогли там Александр Шахрин такой есть. Он как бы с самого Краснодара, у него станица своя там рядом. Он как раз возвращался и забрал наш груз. Там 5-5 тонн мы набрали. Мы не ехали на центральный склад. Мы ехали в Нижний Баканск, в Дом культуры. Там же и разгружались. Там и базировались в Центрспас, МЧС. Как бы тоже это волонтеры. Вещи дошли до людей? Самый главный вопрос. Как правило, где-то мы находим их потом. Главное то, что мы разгрузились, и там сразу адресно. То, что с Центрального склада. Один момент, то, что они принимали все, а выдавали все под роспись и в малых количествах. А волонтерские центры, они раздавали все моментально. То есть люди необходимы. Мы постоянно ходили по адресам. Это там было дня три буквально. И вот за эти три дня мы прошли несколько улиц. Там была такая определенная ситуация. Мы пришли в администрацию Нижней Баканки и хотели взять списки. Хотя бы детей. И там в администрации есть комиссия по делам несовершеннолетних. Мы зашли туда, как бы дайте нам списки всех ваших несовершеннолетних. А мы таких списков в принципе не видим. Хорошо. То есть информацию, сколько пострадавших, естественно, вы не получили. В общем-то, как и новости. То, что они выдали, это одно. Ну, как бы то, что... Ну, сразу скажу, то, что трупов мы не видели. В принципе, ничего такого, что говорили. То, что, да, разрухи там в принципе как бы... То, что повезло, то, что Нижнебаканский, она в принципе построена как бы из кирпича. Вот такие вот построения. А в Крымске, я так понимаю, они были как-то... Ну, глина вот такие вот дома. Ее просто размыл. Да, их размыл. Вот в основной их причина как бы. Мы потом пошли в поликлинику, в которой тоже все смыл компьютер. И мы как бы терапевтов попросили хотя бы детей, которые... На памяти. Грудники, да. Да, какие есть на памяти, переписать. Потому что как бы не факт, что все уехали. Как бы нам сказали, что все уехали в лагеря. Но уехали недалеко не все. Потому что как бы... Ну, какой... Кто отпустит ребенка, допустим, того же грудного без мамы? А мама не поедет, потому что надо разбираться дома. Если я вас правильно поняла, не хочется казаться злым журналистом, но все-таки хочешь помочь, отдавай вещи в руки. Правильно? Ну, да. Когда в центр, не факт, что дойдет, не факт, что в том количестве. Так? Да. Ну, мы старались адресно, как бы мы узнавали. И месяц МЧС, причем развозили на ГАЗ-66 на машине специальной, там, то есть по всей грязи пройдет. Когда в огне и дымовой завесе тонула Рязанская область, ребята тоже не остались в стороне. Помогали как могли. Копали траншеи, чтобы огонь не подобрался к строениям и деревьям. Носили песок. Вместе с пострадавшими жильцами разбирали завалы. В принципе, люди отзываются, лишь бы как бы было желание со стороны предпринимателей. Я, конечно, понимаю то, что у нас пока власть имущий не скажет, что давайте поможем все, тогда начнут предприниматели помогать, а не только рядовой житель. Но когда будут предприниматели сами по себе помогать, тогда, я думаю, будет с этим планом все проще. Вот в городе Рязань, да и в принципе по всей стране. Чтобы сделать мир лучше, начать нужно прежде всего с себя. Подумайте об этом на досуге. Это была программа 7 минут. До встречи.